С чем у вас ассоциируется слово гараж? Автомобиль, помещение для автомобиля, а еще ремонт, изобретение, место для общения, а также хранение вещей, которые когда-нибудь обязательно пригодятся. В 20 веке появился настоящий феномен гаражной культуры и сегодня мы о нем подробно расскажем. Даражные кооперативы, самые первые стали, появляться в 60-х годах. За пай в размере 3-4 тысяч советских рублей можно было получить свои 18 квадратных метров. Это, кстати, сегодня средний размер студии. Можно было припарковать свой автомобиль и еще какое-то оставалось пространство. Держать десятилетиями машину на ходу задача не из простых и полагаться можно было только на себя. Поэтому курс автомеханика осваивали самостоятельно, вместе с соседями и родственниками. В то время, когда женщины по лекалам и журналам выкраивали модные платья, мужчины по журнальным чертежам создавали свои собственные, ни на что не похожие автомобили. В 70-е годы братья Щербинины собирают этот автомобиль во дворе макоэтажного дома. Отдельные детали были собраны в гостиной как раз-таки квартиры братьев-художников. Здесь можно вспомнить как раз-таки эпизод из мультфильма «Простоквашина», где дядя Трудер собирается своим отцом автомобиль в гостинике. Жена закатала банки с огурцами и помидорами. Теща привезла пять мешков картошки. Куда все это нести? Конечно, в гараж. А еще сюда гитару, радиолог, фортепиано и, о, старую ванну. Авось пригодится, ну не выкидывать же. Гараж в целом превращается в такую машину времени, которая еще является и находкой для любителей антиквариата. Белый цвет здесь символизирует цвет забвения. Все, что попадает в гараж, там и остается. Но некоторые элементы как раз-таки оттуда потихоньку можно вытянуть. В 90-е начинается новый этап. Предприимчивые граждане делают гараж центром бизнеса. Так, например, гараж становится базой для торговли. Или местом, где производится чеканка. Мебельный цех, автосервис в гараже. Пиши на монтаж. Такая классическая история. Так, твой ход. Из-за стесненных жилищных условий именно гараж часто становился местом для встречи с друзьями. Его стены оклеивали обоями, и он так вот превращался в квартиру. А что, отличное место для того, чтобы побыть вдали от цивилизации, правда? Для гаража характерна игра на музыкальных инструментах, работа с красками. Вообще, эта зона развивается для тех, кому пока нельзя. И она децитворяет такой вот бунтарский дух. Вот казалось бы, чего необычного в гараже? Всего четыре стены. На самом деле, это настоящий сундук с сокровищами, которые стали достоянием российской культуры. Редактор субтитров А.Семкин